А вот в Петропавловске разгорается скандал вокруг строительства многоэтажного дома. Жители старых бараков утверждают, что уже несколько лет живут на стройплощадке в ожидании сноса жилья. Ветхие жилища уже начинают рушиться, а конкретного ответа люди так и не получили. Как понять нельзя? Мы к своим домам можем их подвезти? Нет, вы-то можете, пожалуйста. А их? А я не так же много получил. Не положено строго. Это частная территория. Здесь возводят многоэтажку на 176 квартир. В нескольких метрах два барака, где живут семь семей. Хозяева стареньких домов называют себя заложниками стройки. Вот они сквозные доски, дыры. Все высыпалось полностью. Вот лопается уже даже. Жители говорят, что руководитель строительной компании, еще когда выкупал землю, обещал снести их ветхие дома. Бараки оценили и даже заключили договоры. На этом все и затихло. Восемь лет он нас кормит обещаниями. Восемь лет мы ничего уже не делаем. Потому что он говорит, не делайте ничего, дрова не привозите. Ничего не делайте, я вас несу. Его прораб, развалясь, в наглую, усмехаясь, сказал все, сказали. До свидания отсюда. Он мужчина. Он слово дал, он его забрал. Все. Вы хотите поправить свое положение? Стройкомпании не отрицают, что собирались выкупить у людей землю вместе с их ветхими бараками. Но после первых жалоб, говорят, передумали. Мол и так отстали от графика из-за проверок, вызванных недовольством жителей. Это, повторяю, была добрая воля нашего генерального директора. Это добрая воля. Люди этого не поняли, они не прониклись. Потому что они нам, вот со своими бараками, никакой погоды для ведения строительных работ не делали. Вот пусть теперь сами как хотят, так и выкарапываются из своего болота. За спором жителей и строителей чиновники и прокуроры наблюдают со стороны. Мораторий, проверки запрещены. Зато в ГАСКе нам сообщили, что стройкомпания их даже не уведомила о начале работ. Хотя должна была. Заказчик, он должен, обязан уведомить нас, что начинает строительство конкретного объекта с положением копии госэкспертизы, яхтового мороземельного участка. Несмотря на это, сейчас вот согласно поступивших заявлений, жалоб от жителей, мы узнали, что там ведутся сайт монтажной работы по строительству жилого дома. Жители бараков каждый день ходят по этой тропинке, в отличие от строителей, без всяких касок. А над головами краны, плиты и в общем-то довольно небезопасно. Но на этой площадке у каждого своя правда. И выяснять отношения стороны намерены в суде. Нургуль Ахметова, Толиген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Петропавловск.